И на рельсах, и на колесах в Самаре продолжается усиленный контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Проверяют все, в том числе и городской транспорт. С начала года проведено свыше 1300 рейдов, в ходе которых высажено почти 4000 пассажиров-антимасочников. Составлено 299 протоколов. Сегодня рейд начался с остановки постников «Овраг», где проложены автобусные и трамвайные ветки. Уважаемые пассажиры, надевается проверка масочного режима, поэтому надеваем все маски. Кто без масок, тогда прошу покинуть трамвай. Только за прошедшую неделю комиссионно с участием Департамента транспорта, контрольно-ревизионных служб, предприятий перевозчиков и полиции выполнили 60 выездных проверок. Масочный режим касается как пассажиров, так и водителей с кондукторами. Поэтому работа с экипажами со стороны транспортных предприятий не прекращается. Сотрудников обеспечивают средствами индивидуальной защиты и контролируют, чтобы они в обязательном порядке использовались во время рейсов. В противном случае нарушители ждут меры административного воздействия, например, замечания, выговоры, а также наказания рублем. Так, за последнее время в муниципальном предприятии ТТУ было два приказа о лишении сотрудников премии. Большинство же водителей и кондукторов следят за дисциплиной, понимают, что с утра и до позднего вечера находятся в окружении огромного количества пассажиров и заботятся о снижении рисков. Нет послаблений и по дезинфекции подвижного состава ведется вакцинация работников транспортной сферы. Таким образом, профилактические меры принимаются комплексно. С сегодняшнего дня на предприятии работает каждый день выездная бригада. С 4 утра до 8 утра – это самое пиковое время для наших экипажей, когда они на предприятии, и в это время они могут поставить себе прививку. Также на предприятии не заканчивается обработка подвижного состава. Сейчас жаркое время, пора. Весь подвижной состав обрабатывается, проветривается. Влажная уборка делается в течение дня. Надо там бегом объявлять торги, такого нет. Она работа проводится штатная, еженедельная. Мы также обеспечим наших водителей и кондукторов масками и перчатками. И дополнительно, начиная с мая месяца, мы на нашем предприятии ведем вакцинацию. Всегда у нас есть нескончаемый запас и перчаток, и масок, и средства беззараживающих, то, что там трамвай и троллейбусы обрабатывают. Для вакцинирования без отрыва от производства в ТТУ определены два дня еженедельно. Развернуты медкабинеты, отлажены взаимодействия с несколькими городскими больницами. Если кому-то из сотрудников удобнее сделать прививку в поликлинике, по месту прописки их направляют туда, при необходимости помогают организационно. Прививочная кампания не сбавляет темпов. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Самарской области, ходу прививочной кампании среди работников общественного транспорта уделяется повышенное внимание. В срок до 7 августа не менее чем для 60% сотрудников будет организовано получение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 1 сентября – вторым компонентом. Напомним, что такое количество вакцинированных граждан необходимо в целом для формирования коллективного иммунитета COVID-19. Однако с учетом эпидситуации, вакцинация не отменяет масочного режима в общественных местах, включая городской пассажирский транспорт. В день в среднем инспектируют 30 маршрутов всех видов общественного транспорта. Рейды будут продолжаться до полного снятия масочного режима. А приблизить этот момент может каждый житель города. С 1 по 25 июля включительно в городе действует акция «Самара-я-привид». Привившиеся в этот период вторым компонентом вакцины от коронавируса могут зарегистрироваться на сайте samarayaprivid.rf и принять участие в розыгрыше ценных призов. Виктория Шаре, Ольга Хомракулова, Константин Головин. События.